Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 14 февраля. Живье преподобного Исаакия Затворника Печерского. Человеку невозможно избежать искушений. Если искуситель дерзнул приступить в пустыне к самому Господу, то тем более дерзает он искушать раба Господня. Но подобно тому, как золото, очищенное огнем, светится перед людьми, как солнце, так и человек, искушенный напастимый врага, преданного вечному огню, просветится перед Богом своими добрыми делами, как яркое дневное светило. Эта истина ясно сказалась на преподобном отце нашем Исаакии Затворнике Печерском. Этот преподобный отец в миру был богатым купцом Тарапецким. Задумав стать иноком, он раздал все свое имение нуждающимся и монастырям. Пришел в пещеру к преподобному Антонию и просил его принять его в число иноков. Преподобный Антоний, предвидя, что сей муж будет подобно ангелам подвязаться в добродетелях, и сам уподобится ангелам, исполнил его желание. Сделавшись иноком, преподобный Исаакий возлюбил суровую жизнь. Он не только надел на себя влосяницу, но велел еще купить себе козла и снять с него кожу. Из этой кожи еще сырой и мокрой он сделал себе одеяние и носил его сверх влосянице, так что кожа та высыхала на его теле. Тогда же Исаакий затворился в одной тесной пещере, которая была размером всего около четырех локтей. И там молился Богу со слезами, пищей ему служила одна лишь просфора, но и ту он вкушал через день. Жажду он утолял водой, и то лишь в небольшом количестве. И пищу и питье приносил ему преподобный Антоний и подавал через столь узкое оконце, что в нем могла поместиться одна только рука. Кроме того, преподобный Исаакий никогда не ложился на Одр, но сидя подкреплял себя кратковременным сном. Так, среди великих подвигов он пробыл семь лет, не выходя из своей тесной кельи. Однажды при наступлении вечера он по своему обычаю начал творить колено преклонения, воспевая псалмы до полуночи. Когда же он утомился, то, погасив свечу, сел на месте своем. Внезапно пещеру озарил великий свет, яркий, как солнечный. И к преподобному подошли два беса в образе прекрасных юношей. Лица их светились, как солнце. Они сказали святому, Исаакий, мы ангелы, а вот грядет к тебе Христос с небесными силами. Поднявшись, Исаакий увидел множество бесов, лица их светились, как солнце. Один же среди них сиял более всех, и от лица его исходили лучи. Тогда бесы сказали Исаакию, Исаакий, вот Христос, поди перед ним и поклонись ему. Не поняв бесовской хитрости и забыва знамену от себя крестным знамением, преподобный поклонился тому бесу, как бы Христу. В тот час же бесы подняли великий крик, возглашая, Исаакий, ты теперь наш. Посадив его, они и сами сели вокруг него. Вся келья и пещерная улица около той кельи наполнились бесами. Тогда один из бесов, мнимый Христос, сказал, «Возьмите сапели, гусли и тимпаны, играйте на них, Исаакий пусть пляшет перед нами». В тот час бесы стали ударять сапели, тимпаны и гусли. Схватив Исаакий, они стали скакать с ним и плясать в течение долгого времени, утомив преподобного и оставив его едва живым. И таким образом, надругавшись над ним, бесы исчезли. На следующий день, при наступлении времени, когда обыкновенно Исаакий вкушал свою пищу, преподобный Антоний подошел по своему обычаю к оконцу и сказал, «Благослови, отец Исаакий!» На это не было никакого ответа. Изумившись, Антоний подумал, что уж не представился ли святой Исаакий. Тогда послал он в монастырь за преподобным Феодосием и за прочей братьей. Придя, братья откопали пещеру и вынесли Исаакия, думая, что он умер, и положили перед пещерой. Но тут заметили они, что Исаакий еще жив. Тогда игумен преподобный Феодосий, игуменом был на 24-м году, вступил в монастырь, в Киево-Пещерский монастыре, где впоследствии по избранию братья и благословению преподобного Антония был поставлен игуменом. Сказал, поистине, происшедшее с ним дело бесовское. Затем Исаакия положили на одре, и сам святой Антоний ухаживал за ним. В то время случайно князь Киевский Изяслав возвращался в Киев из Польши. Князь Изяслав начал гневаться на преподобного Антония из-за всеслава князя Полоцкого, который при жизни преподобного занимал некоторое время киевский престол. Тогда князь Черниговский Святослав прислал мочью из Чернигово за святым Антонием. Последний, придя к Чернигову, полюбил место, называемое Горою Балдынской. Выкопав пещеру, преподобный поселился там, где и ныне стоит монастырь. Узнав, что святой Антоний ушел к Чернигову, преподобный игумен Феодосий взял Исаакия, перенес его в свою келью и ухаживал за ним. А был Исаакия расслаблен умом и телом, так что не мог ни сидеть, ни стоять, ни даже перевернуться на другую сторону. Но лежал только на одном боку, так что часто под ним заводились черви. Сам преподобный Феодосий собственными руками омывал и оправлял его и служил ему таким образом целых два года, пока Исаакий лежал. Удивительно то, что в течение двух лет Исаакий не вкушал ни хлеба, ни воды, ни овощей, и никакой другой пищи, но все-таки оставался живым, лежа на адрес своем, немым и глухим. Преподобный Феодосий творил молитву над ним день и ночь, до тех пор, пока на третий год Исаакий не стал говорить. Тогда он стал просить поставить себя на ноги и начал ходить как бы ребенок, но не стремился он идти в церковь, так что его селом туда приводили. Но не стремился он идти в церковь. А потом он и сам стал приходить в церковь. Начал он затем посещать и трапезу, где его сажали отдельно от братьев. Перед ним клали хлеб, но он не хотел прикасаться к нему. Братья стали было вкладывать ему хлеб в руки, но преподобный Феодосий сказал, «Положите перед ним хлеб, но не влагайте его в руки ему, чтобы сам он ел». Так целую неделю он не давал братьям вкладывать хлеб в руки Исаакию. Последний, смотря на других, стал сам вкушать хлеб и таким образом научился есть. Так преподобный Феодосий избавил его от козни и прельщения дьявольского. Когда представился преподобный Феодосий и блаженный Стефан стал игуменом вместо него, Исаакий снова стал вести суровую жизнь, сказав искусителю, «Ты прелестил меня, дьявол, когда я находился в уединении в пещере, но теперь уже я не затворюсь, но постараюсь при Божьей помощи победить тебя, трудясь в монастыре». Тогда Исаакий снова облегся во власяницу. Поверх власяницы он надел толстую свиту в верхней простая грубая одежда и начал помогать поварам. Работал на братью, входил в церковь на утренню прежде всех, и неподвижно стоял на своем месте в церкви. Когда же наступила зима, он стоял в церкви, невзирая на сильный мороз, сильно разорванные обуви, так что ноги его часто примерзали к камне, но он не переступал ногами до тех пор, пока не оканчивалась служба. После утренней он прежде всех шел на поварню, приготовлял огонь, дрова и воду. Только тогда приходили и прочие иноки, на коих было возложено это послушание. Однажды один из этих иноков по имени так же Исааки сказал, подсмеиваясь блаженному, Исааки, вот сидит ворон, иди и поймай его. Поклонившись до земли, смиренный инок подошел и взял ворона и принес его в поварню к инокам. Удивили все такому делу и рассказали о том игумену и братья, и начали братья с тех пор уважать его. Но не желая славы от людей, блаженный принял на себя еродство и стал оскорблять то игумена, то братья, то мирян, так что многие даже били его. Сделавшись еродивым, он снова вселился туда, где был прежде, в пещеру преподобного Антония, который уже приставился. Собрав к себе детей, он возлагал на них чернеческое одеяние. За сие он принимал наказание от бывшего тогда игумена, блаженного Никона, а иногда принимал побои от родителей тех детей. Но он претерпевал все то с радостью, перенося и побои, и наготу, и холод. Однажды ночью блаженный Исааки затопил печь в пещере. Печь была худая, и когда огонь разгорелся, то пламень начал подниматься кверху через трещины, не имея чем прикрыть эти скважины. Исааки стал босыми ногами на пламени и стоял до тех пор, пока не прогорела печь. Тогда он сошел, не испытав никакого повреждения. Многое другого удивительного творил Исаакий. Он получил, наконец, над бесами такую власть, что не страшился их и не боялся их угроз и наваждений. А бесы часто причиняли ему досаждение и говорили, «Ты наш, Исааки, потому что поклонился нашему князю». Он же отвечал им, «Князь ваш бесовский Вильзевум, я же боюсь его, как идола мух, так толкуется имя его. Не страшусь я и вас, рабов его, если вы раньше и прельстили меня, потому что я не знал ваших козней и лукавства вашего, то ныне силой Господа моего Иисуса Христа и молитвами преподобных отцов Антония и Феодосия я держу победу над вами. При всем он ознаменовал себя крестным знаменем и так отгонял их. Иногда бесы старались тем навести ужасно блаженного, что приходили к нему ночью многочисленной толпою с мотыками и заступами и говорили, «Раскопаем мы пещеру твою и погребем тебя под развалинами». Другие же из них говорили ему, «Выйди, Исаакий, тебя хотят засыпать в пещере». На это блаженный отвечал им, «Если бы вы были люди, людьми, то ходили бы днем, но вы сыны тьмы, посему и ходите во тьме». При этом он осенял себя крестным знаменем, как и при всех наваждениях и бесы, то тяжи исчезали. Иногда, желая устрашить его, они являлись в образе медведей или львов и других лютых зверей, то приползали к нему в виде змей, жаб, мышей и других гадов, но ничего не успев сделать, сказали наконец, «Исаакий, ты победил нас». Он же отвечал, «И вы некогда победили меня, явившись в образе Иисуса Христа и ангелов, не будучи достойны такого образа. Теперь являетесь вы в подлинном своем виде, в образе зверей и скотов, змеев и гадов, так как таковы вы и есть». И с тех пор бесы не могли причинить святому никакой напасти. Он вел с ними борьбу три года с тех пор, как сам вселился вторично в пещеру, по его собственному свидетельству о том. После этого он начал вести еще более суровую жизнь, являл еще большее воздержание, усиленнее стал он поститься и подвязаться. Среди таких подвигов наступило время его кончины. Он сильно занемог в своей пещере. «Братья перенесли болящего в монастырь. Здесь он болел до восьми дней и в добром исповедании отошел ко Господу». Преподобный Исааки представился в XII веке. «Игумен Иоанн и все братья, опрятав тело преподобного, погребли его честно в пещере, где находились и другие святые отцы. Так сей добрый воин Христов, побежденный сначала врагом, после сам победил дьявола и сподобился получить небесное царствие. Святыми молитвами его да сподобимся и мы, победив врагов души нашей, царствовать победителем ада и Иисусом Царем Славы, которому подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным его Отцом и Пресвятым и Благим, и Животворящим Духом, ныне и присно, и в бесконечные веки. Аминь». «Богу нашему слава во веки веков. Аминь». Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова